Коронация Иванькова состоялась в апреле 1974 года в стенах знаменитой бутырки, а угодил туда япончик после побоища, устроенного и моего друзьями в знаменитом ресторане Русь. В подносковной Балашихе. Дело было так. В усилительное заведение япончик прибыл в компании воров законы Гога Ереванского, легендарного законника, отмотавшего 25 лет в советских лагерях, а также двух приятелей Сергея Хазарова и Асафа Сосунова, члена банда Иванькова и осилийца по национальности. Компания расположилась за столом, сделала заказ и успела свести знакомство с местными дамами. Известная лавелась Иваньков быстро присмотрела симпатичную девочку, которая после пары медленных танцев согласилась присесть за его столик. Но спокойного вечера не вышло. На миловидную спутницу Иванькова положил глаз грузин, сидевший в компании за соседним столом. Сначала кавказец просто пытался пригласить женщину на танец, но пару раз нарвавшись на отказ, решил унизить обидчицу. Достал из кармана 100-рублевую купюру, скрутил ее в трубочку и, приблизившись к неизговорчивой даме, просунул наличные словно шпильку в пышную прическу. Та и понять ничего не успела, как с места сорвался япончик и со всей силы двинул обидчику кулаком в лицо. К драке тут же подключились товарищи оппонентов. Выглядело это как драка в кобойском салоне из вестернов. В ход тут же пошли подручные средства, тарелки, бутылки и стулья, которые дерущиеся ломали и разбивали друг об друга. Инцидент получил такой резонанс, что о нем даже сообщил голос Америки. В какой-то момент оценив, что грузины начинают одерживать верх, Сосунов выхватил из кармана пистолет и всадил две пули в зачинщика. Сотрудники заведения вызвали скорую. Легко раненого грузина отвезли в больницу и милицию, которая повязала всех участников потасовки. Так Иваньков оказался в бутырке, где в это время волей у судьбы находился его бывший шеф Монгол. Воспользовавшись ситуацией он с Гогой Ереванским и еще одним вором в законе, Писо сделал воровской подход и принял японщиков в семью законников. На несоблюдение воровского кодекса Иваньков был официально трудоустроен фотолаборантом и детским тренером по восточным единоборствам, а также был женат. Участники церемонии закрыли глаза.